Если вы хотите узнать о раздаче GTA V, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Да, я прекрасно понимаю, что до меня все вот эти, знаете ли, ваши тренды доходят с опозданием, ведь еще вчера Empire выпустил ролик, в котором говорил, что вот, там, знаете ли, в 6 часов будет официальная раздача GTA V и вот всего-всего прочего. И, типа, заходите, там уже все слили, все известно, что вот эта вот неизвестная игра, которая там есть в Epic Games, то, что она, знаете ли, она, эта игра, это GTA V. Поэтому это премиум издание, там дают много всяких бонусов, много вот всяких прочих вещей, но его ролик был, знаете, такой на минуту, чисто так, знаете, набрать просмотров, рассказать людям о том, что вот, забирайте GTA V, там, все будет отлично, все будет замечательно. И я, как человек, который уже получил эту самую GTA V, разумеется, я ее не скачивал, потому что я просто ее получил, мало ли, там, мой основной аккаунт забанят, и, в общем-то, будет все как-то, ну, не особо приятно. И чтобы я смог поиграть в Epic Games, там, потому что многие в GTA V отлетают. Да, чаще всего отлетают читеры, но бывают и баны, которые, ну, вообще непонятно, откуда взявшиеся. Возможно, это тоже те же самые читеры, только непонятно, что они такого прям делали, что вот их забанили. Но это все тема для отдельного ролика, для отдельного разговора и всего-всего прочего. Я хочу рассказать то, как все это вообще было для тех, кто, возможно, не знает. И сразу бы хотел сказать, что у меня на данном канале не только самповская аудитория. Она достаточно разнообразная в данном ключе. Есть и GTA аудитория, есть вот все прочие аудитории, о которых вы можете только подумать. Там, знаете, мобильная аудитория, допустим, самповская аудитория, GTA-шная аудитория. И вот, я думаю, что вот реактивный GTA-шник после раздачи всей этой GTA V, он будет доволен. Потому что он постоянно говорит, что GTA San Andreas, она уже старая, она уже достаточно хуёвая. В ней, там, знаете ли, нечего делать. То есть, нужно идти в ногу со временем. Не согласиться тут, разумеется, нельзя. Потому что, ну, кто будет сидеть, допустим, на винде XP, когда есть какая-нибудь десятка или даже та же самая семёрка, которая уже тоже морально устарела и уже намного лучше будет поставить десятку. Как бы это ни было странно. Однако, с играми это немного не так. И всегда приятно вспомнить такую, знаете ли, старую классику, тем более, когда там есть ещё самп, а тем более, когда там есть ещё все вот эти вот прочие вещи, когда там, в общем-то, всего очень и очень много. Ещё неизведанно до сих пор выходят какие-то там проверки мифов, проверки легенд, блядь, там SLDPD-шоу, там, выпускает этот свой культ Эпсилон, все прочие вещи. То есть, ну, это и так всё более чем понятно и не имеет смысла никакого со всем этим спорить. Как бы это всё понятно. Однако, давайте здесь, возможно, людям, которые вообще о всём этом движении, они слышали о том, что вот там раздаётся GTA V, хотя вряд ли такие люди есть, потому что даже самповские издания, казалось бы, самповские издания, по типу там, сампа и Rockstar Bombid, они вот выпускают, тем не менее, посты о том, что вот, там Epic Games Store говорит то, Epic Games Store говорит это, там раздаётся GTA V, не раздаётся GTA V, то есть, много всего там, в общем-то, было. И мы, разумеется, я разослал другу, друзьям, вообще всем подругам, там, я не знаю, маме, папе, там, собаке, коту, всем прочим людям я разослал, говорю, вот, а в скором времени будет там раздача GTA V, заходите, забирайте, всё прочее. То есть, я не мог подумать, что я вот этими своими действиями буквально открою сундук Пандоры, потому что время где-то, наверное, с 17.55, и всё, и сайт ложится. То есть, Epic Games Store лёг даже тогда, когда GTA ещё не вышла вот в этом самом Epic Games Store, потому что она должна была выйти в 6 часов. До этого там была такая табличка, типа, неизвестная игра, она там скоро будет, там скоро будут все прочие вот эти, знаете ли, вещи, и вот так всё там будет. Однако, в 17.55, то есть, за 5 минут до официального релиза всей этой игры, всего прочего, там случилось то, что сайт действительно лёг с этой самой игрой, и типа, ну, вообще пиздец, то есть, ты не мог нихуя загрузить, ты заходил в клиент, допустим, что у тебя там в Epic Games Store куплены какие-то игры, ты хочешь в них поиграть, зайти, а ты не можешь, потому что клиент просто лежит, и всё, то есть, все пытаются получить игру, все пытаются сделать какие-то прочие вещи, все пытаются вот как бы захапать на большое количество аккаунтов себе все эти игры, потому что их потом можно будет продать для людей, которые, допустим, ну, не особо там вот во всём этом шарили, то, что можно получить, нельзя получить. Опять-таки, странно, как это можно не знать, тем не менее, то есть, большинство людей получили там, знаете, на свой аккаунт, на аккаунт мамы, папы, там, брата, всех прочих людей, и потом со всеми этими аккаунтами они будут либо на них играть, там, знаете, читерить, делать всё прочее, потому что, ну, игра-то бесплатная, они по факту ничего не потеряют. Разумеется, в онлайне теперь будет большое количество людей, особенно новичков, которые вообще будут не понимать, что нужно делать, возможно, будет много чуваков с лагающими компаниями, потому что многие там, знаете, получают на каких-нибудь, я не знаю, двухъядерных процессорах, там, Intel Pentium, всё прочее, и типа такие, блядь, дайте поиграть, типа, я давно хотел, и вот будет играть, потому что GTA 5, кто бы что ни говорил, но она оптимизирована, и даже на хуёвом железе оно идёт, одиночка. Но вот сетевуха, мультиплеерная игра, она так хорошо не идёт, как казалось бы, да, на первый взгляд. И в этом, как лично мне кажется, вся проблема складывается из всего этого. Однако, ладно, я в конце концов получил игру, то есть для этого мне пришлось сидеть там где-то до трёх часов ночи, но я и без этого как бы сижу столько за компьютером, ложусь там спать, я не знаю, в три, в четыре, в пять часов ночи, поэтому это для меня было, ну, в порядке вещей. В общем-то, захожу на Epic Games, всё уже нормально грузится, всё уже хорошо, захожу, получаю игру, и всё у меня замечательно. Теперь у меня GTA 5 премиум-издание есть на моём аккаунте. А для тех, кто ещё не получил, или, допустим, получил, можете поделиться своей историей получения GTA 5 в комментариях под данным видеороликом. Я это прочитаю, я обо всём об этом, там, я не знаю, отвечу, лайкну и так далее. Геймплей данного видеоролика был заснят на сервере в GTA Samp. Да, как бы это важно, потому что GTA Samp, он до сих пор живёт, он не умер, как, возможно, многие думали. Поэтому, да, айпишник находится в описании. Там же есть мой никнейм Dante Conor, по которому вы сможете получить на свой банковский счёт или на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня. Поэтому не теряйте времени, не теряйте моментов, не теряйте возможности и всех прочих вещей. Заходите и, в общем-то, регистрируйтесь. Там же, в описании, есть ссылочка на мой телекарм-канал, вы туда тоже можете зайти, подписаться, там тоже много всяких вещей есть. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok